в вариаде темплейтах и в фолд-экспрэшн. Вы увидели слайд, да? Да. Значит, вариаде темплейтс. Здесь переведен пример вариаде темплейтов. Значит, это вариаде темплейт для функций. Значит, как вы видите, в списке параметров темплейта стоят три точки. Это означает, что сюда поступает переменное количество параметров. Называется это template-parameter-pack. И дальше этот темплейт передается в параметры функции. Эта конструкция называется function-parameter-pack. Обратите внимание, что точки уже стоят с другой стороны. Далее приведем пример. То есть у нас есть две функции. Функция GAN и функция PAN. И значит, из функции PAN вызывается функция GAN. И туда передаются эти параметры. И они разворачиваются в... Значит, функции PAN. Эти все параметры разворачиваются в int, const, char, звездочка, double. И когда мы передаем дальше эти параметры функцию FAN, мы здесь указываем оператор взятия адреса при передаче этих параметров в функцию GAN. Поэтому у нас, когда эти параметры разворачиваются в функции GAN, они получаются pointer на int, pointer на const, char и pointer на double. Ну, тут такой вопрос возникает. Как же нам провести цикл через все эти параметры? Как это можно сделать? Это можно сделать с помощью рекурсии. Это как бы фейковая рекурсия, это не настоящая рекурсия. Она как бы происходит во время компиляции программ. Когда капиллятор собирает программу, там уже никаких вызовов функций нет, никакой рекурсии нет. То есть это как бы compile time рекурсия. То есть для рекурсии нам нужен вариант выхода из рекурсии. Это функция print вверху. Она без параметра паков, просто там передается один темплейтный параметр. И вторая функция это overload этой функции print. Сюда уже поступают два темплейтных параметра. Второй темплейтный параметр это function pack. Так, и здесь мы делаем рекурсию. Мы выводим, то есть у нас есть first элемент этого листа с параметрами и tail, хвостик. И мы сначала выводим этот first элемент, а потом вызываем рекурсивную функцию, но туда передаем уже только хвостик. Можно вот так ее вызвать. То есть ее можно вызвать с разными типами. Print 1 и 9. Можно второй параметр string, третий параметр print. Как можно использовать эти параметры? А, можно еще использовать вместо рекурсии initializer list. Есть такое понятие, как initializer list. И мы можем без использования этой рекурсии просто записать. В строке там идет int dummy size of ts. И дальше фигурные скопочки, функтор args. Таким образом мы можем тоже развернуть этот параметр pack. Потом я хотел бы сказать, что это понятие, это параметр pack. Это новое понятие в языке. Это не является ни типом, ни переменной. То есть не можно сделать type-dev от этого параметра pack. Компилятор сразу выдаст error, потому что это не является типом. Нельзя также скопировать значение этих параметров pack в какую-то другую переменную. То есть это какое-то новое понятие в языке. Потом вот тут интересный тоже пример. Мы имеем опять две функции. Функцию gun и функцию fun. Функция fun вызывает функцию gun. И что тут интересно, что первый параметр... То есть мы как бы добавляем к этому списку параметров и мы добавляем в конце и вначале еще два параметра. Fafaa и lala. Или string. Мы можем вызвать эту функцию fun без параметров. Это будет означать, что мы передаем пустой параметр pack туда. И что происходит? Если у нас параметр pack пустой, то значит у нас std forward vs. Три точки, она сокращается, но у нас остается две запятых. После lala и перед fafaa. Этот expansion pack процедура настолько умна, что она может одну из запятых убрать автоматически в этом случае. Ну, а тут приведены разные примеры expansion этого параметра pack. То есть мы можем... Где мы можем использовать вообще этот параметр pack? Мы можем его использовать при наследовании. То есть вот этот второй пример. У нас есть template-ный класс x, который получает переменное количество template-ных параметров mixins. И мы можем этот класс x пронаследовать сразу от всех этих mixins одновременно с помощью вот такой конструкции. Также мы можем передать эти все параметры в capture list для лямбда-функции. В третьем примере указан. Как видите, там в квадратных скобках есть этот capture list. И у нас переменный arcs в три точки идет вправо. То есть идет expansion этого пака параметров. Также можно в декларации классов использовать эти переменные template-ные параметры. Также нужно быть очень осторожным с этими expansion выражениями. Потому что они могут быть довольно сложными. Вот этот пример как раз иллюстрирует эту сложность. У нас есть три очень похожих вызова функции GAN. но тут попробуйте понять во что оно будет как оно будет разворачивать эти параметры. Как будет expansion происходить. Я к сожалению не смог скомпилировать этот код, потому что тут надо еще дописать. Не успел дописать сам класс а но я так думаю что expansion происходит такой. То есть в первом случае у нас идет класс а который принимает три template-ных параметра и функция HAN вызывается от одного template-ного параметра и так далее. Во втором случае у нас класс а вызывается с тремя template-ными параметрами и функция HAN также вызывается с тремя template-ными параметрами и так далее. В третьем случае у нас я так думаю вызывается класс а с одним template-ным параметром и функция HAN также с одним template-ным параметром и так далее. Ну вот еще хотелось бы поговорить как какова была жизнь программистов до появления в языке в ряде темплейтов. Значит наверное вы знаете Андрей Александреско написал в библиотеку Локи и там он написал паттерн функтор. Вот мы могли бы посмотреть как он написан в исходном коде. Как видите тут очень интересная конструкция происходит. То есть у нас идет определение класса функтор implementation и сначала он идет с тремя template-ами сначала с одним template-ным параметром потом с двумя template-ными параметром потом с тремя template-ными параметром потом с четырьмя template-ными параметрами и эта конструкция повторяется каждый раз. если в то время были эти в ряде template-ы здесь можно было написать просто type name три точки P1 P2 P1 или просто P это первый template-ный параметр возвращаемое значение. То есть вот так вот выходили из сложившейся ситуации определяем несколько этих template-ов. Да, и в boost-лайбераре там тоже есть похожий код вернее был для 90. Ну, наверное, есть некоторые компиляторы до сих пор только поддерживают 98-й формат C++. Ну, если мы заглянем как реализована std function это типа похожая вещь на ту, которую я показывал здесь functor из библиотеки locki. Так вот, оно в своей имплементации использует как раз эти вариаи темплейты. Видите, здесь идет у нас template-class R класс три точки archetypes. Не только для этой штуки из стандартной библиотеки для этого паттерна std function используется вариаи темплейт или еще используется для многих других вещей интересных, в том числе std tuple также используется в своей имплементации вариаи темплейты. Ну, давайте посмотрим какой-то пример в живом виде. У нас есть класс action и мы хотим что он должен делать. То есть мы туда должны в конструктор передать какой-то функтор, какую-то функцию и список аргументов. И этот action должен сохранить эту функцию и этот список аргументов до того времени, когда пользователь захочет его использовать. То есть здесь в конструкторе он это сохраняется и внизу есть функция act она выполняет этот функтор. Мы можем зайти в компилятор онлайн посмотреть как оно работает. Скажите ли вы выпьете код все видно Саша ну вот этот наш класс action здесь он использует эти вариаи комплейта то есть аргументы это переменное количество аргументов может может быть как используется вот эти опции стд индекс секвенс и стд индекс секвенс фор для того чтобы создать секвенс чтобы мы смогли ходить по тапу тапу это у нас вот эти аргументы которые мы передаем конструктор вот мы создали эту action передали лямбда функцию которая просто выводит сумму двух чисел и передали два числа потом когда-нибудь потом в программе мы можем вызвать action функцию act запустить и посмотреть видите вывелся результат 5 то есть это сумма 2 и 3 теперь я хочу плавно перейти к fold expression сразу показать вам примеры использования этих fold expression то есть вот здесь допустим эта функция print у нас есть в предыдущих слайдах мы реализовывали эту функцию print с помощью вариантов темплейтов с помощью рекурсии там где мы имели выход 300 одна функция print была выходом из рекурсии вторая оборвала функции print была самой рекурсии с помощью этих fold expression нам не надо делать этой рекурсии мы просто указываем здесь std вот этих три точки между двумя операторами операторы в данном случае это вывод консоль оператор вывода в консоль вот так вот разворачивается параметр пак очень просто с помощью fold expression второй пример это пример с другим оператором в первом примере был оператор выводов поток в втором примере у нас оператором является запятая и здесь мы как бы реализуем вставку в вектор у нас есть какой-то вектор мы можем просто вызвать эту функцию после вектора передать переменное число аргументов ставят это все функция то есть это варя варя функция она принимает переменное количество аргументов аркс и в теле этой функции мы с помощью оператора запятой и трех точек мы разворачиваем эти аргументы в несколько вызовов пашб пушбек чушь Саш да ну ты бишь там нету в консоль ауте мне надо рекурсивно вызывать этот консоль аут это просто от нас скрытый это в середине консоль аут наверное это так и сделано через рядик наверное он похож нам так бы не надо делать мы можем использовать более high-level конструкции для этого ну вот еще я привел здесь еще несколько примеров fold expression здесь сравнение с этим просто с вариантов без использования fold expression то есть первым вверху в первом варианте мы используем fold expression оператором является оператор или вот так просто разворачиваем список параметр пак во втором примере нам приходится делать рекурсию то есть первая функция any is same where это просто рекурсия а вторая функция any is same where второй overload этой функции это уже выход из рекурсии можете сравнить насколько проще стало конечно можно было использовать initializer листы оно было очень тоже довольно просто но все равно немножко немножко сложнее использовать initializer листы чем fold expression вообще тоже по сложности одинаково я могу показать если кому-то интересно еще раз пример с не с лавер листом нет было прикольно да можно сказать вот вот он тут нету двух функций то есть рекурсии и выхода из рекурсии нет тут просто используется одна функция и сложность в том что нужно запятую ноль поставить в общем кто не очень хорошо знает какие места лазер листы с трудом сможет использовать некоторые сложнее использовать чем просто fold expression более понятен это тоже все в одну строку показал немножко хотел сказать пару слов о синтаксе этих fold expression то есть у нас есть четыре варианта использования это юнори right fold left fold и binary right и left fold синтаксис приведен снизу указано как они могут разлагаться эти параметр паки то есть для юнори right fold у нас скобочки начинаются справа и уходят влево для юнори left fold у нас скобочки начинаются слева и уходят вправо binary fold они отличаются только тем что у нас есть начальное значение которое мы вставляем в данном случае в примере разложение это буквально i это очень похоже просто мы используем в начале бинарную операцию с начальным значением и конечным либо начальным элементом из фанамитер пака ну и эти fold expression они реализованы только для ограниченного числа операторов c++ только 32 оператора бинарных которых я привел то есть если вы написали какой-то свой кастом оператор бинарный то там нельзя использовать эти fold expression хотя люди и так как-то обходят я еще не разобрался как так что такое пак это понятно это параметр пак наш и нет это начальное значение но вообще откуда берет корни эти fold expression fold функции она берет своими корнями входит в functional programming в таком языке как haskell она очень сильно используется то есть это как бы приходит в c++ из мира функциональных языков эти fold expression то есть тут я показал как в haskell этот лист внутри выглядит то есть у нас есть конс нода которая этими двумя точками показана этой ноде подключена нода со значением и нода со следующим конс нодом вот и в самом конце этот лист как бы уходит в пустую ноду которая является признаком окончания листа тут показано то что на следующем слайде как у нас функция fold работает то есть есть right fold и left fold они работают по-разному right fold он просто заменяет вот эти концы которые двумя точками обозначены на функцию на функцию вот последнее ноду с пустым значением заменяет на начальное значение left fold он очень похож на начиная с контакта в правом fold у нас единица начинался лист влево у нас стройки до единиц то есть это строится так дерево вычисления результирующего значения этой функции fold вот еще тут я привел как в хаскеле определяется fold функции то есть две квадратные скобки это означает пустой лист f это вызов функции z это начальное значение то есть функция fold для пустого списка будет просто возвращать начальное значение вот этой конструкции в скобочках x две точки xs это лист которого header является x а хвостик xs то есть здесь показано как write fold он разворачивается он сначала принимает вызывает функцию f над первым значением и над рекурсивным вызовом функции f над остатком листа хвостиком листа xs внизу показан пример с left fold это определение этой функции на языке Haskell здесь я привел пример левого и правого бинарного фонда для C++ для операции суммирования у нас есть темплейт функция sum туда передается переменное число аргументов вот это у нас первый вариант это write fold вот то есть write fold у нас начальное значение записывается в конце вот оно разворачивается в то что у нас начальное значение сначала с последним элементом списка скобочки берется и потом скобочки уходят влево левого фолда наоборот скобочки начинают слева и уходят справа вот тут нашел такой интересный пример когда мы можем использовать эти fold expression для того чтобы для каждого элемента из этого параметра пака вызвать какой-нибудь функтор левая лямбда функцию тут тоже очень интересно этот expansion происходит можете посмотреть что мы записали эту лямбда функцию вызвали ее поставили значок плюс и три точки вот это все будет разворачиваться в серию вызовов этой лямбда функции причем нам неинтересно в данном случае нам неинтересно что там вернет это функция fold что она просуммирует просуммирует столько единиц сколько есть параметра в этом переменном параметре паке главное что вызвала здесь функция и вывела нам в консоль значение того что хранилось в параметре и дальше я вам тоже могу показать пример с цифром элемента tabla тоже тоже пример сохранен в онлайн компиляторе значит мы хотим написать функцию for each в которой мы передаем какой-то tuple переменным количеством параметров мы хотим с помощью функции for each вывести в консоль значение элемент из tabla вот это типа начальный attempt здесь что мы делаем у нас есть две функции for each то есть прикуски здесь мы пытаемся вызвать одну функцию с другой но мы не компилируется строке 20 вот это выражение не компилируется мы не можем развернуть элемент tabla здесь мы используем мешалайзер лист для того чтобы вызвать каждое значение из этого tabla очень похоже на тот пример который приводил в одном из первых первых слайдов здесь у нас работать передали сюда три параметра не все три выведены и третий пример это использование фонд экспрессион тоже для того же для той же цели перебора элементов тапли здесь вот используем эти круглые скобки это является фонд экспрессион с первым примером мы тоже пытались вызвать что-то похоже на поставили здесь скобки в строке 20 здесь строке 14 на эти скобки поставили и оно заработало то есть вот эта вещь она не является холд экспрессион а вот эта вещь со скобочками является можно запустить и посмотреть результат выведена 142 1 то что мы передали может быть у вас есть какие-то вопросы я закончил с моей презентации спасибо за доклад да фолда экспрессион у нас 17 стандарт так да они применят 17 стандарт рам некое